Голова тринадцатая о том, как Панта Грюэль решил тяжбу двух вельмож. Тут Панта Грюэль встал и объявил всем присутствующим председателям судов, советникам и докторам. Итак, милостивые государи, вы услышали доводы тяжущихся вививоцис оракуло. Из их собственных уст по-латински. Что вы на это скажете? Ему ответили так. Слышать-то мы точно слышали, да только ни черта не поняли. По всему обстоятельству мы просим вас у наводце, единогласно по-латински, и умоляем, будьте добры, вынести приговор, какой вам только заблагорассудится, и экснюнг пруд экстунг, отныне, а равны и впредь. Мы единогласно его одобрим и утвердим. В таком случае, милостивые государи, продолжал Панта Грюэль, я исполню вашу просьбу. Впрочем, мне лично это дело не представляется таким трудным, как вам. Ваш параграф Катон, закон Фратор, закон Галлюс, закон Квинкепедум, закон Винум, закон Сидоминус, закон Матор, закон Мульербона, закон Сиквиз, закон Помпониус, закон Фунди, закон Эмптор, закон Претор, закон Виндитор и многие другие, на мой взгляд, значительно труднее. Это законы Катон, брат, галл, пять футов, вино, если господин, мать, добрая жена, если кто-либо, помпоний, поместье, покупатель, притор, продавец, продавец. В средние века законы и параграфы законов обозначали по их первым словам. Сказавший это, он несколько раз прошелся по зале, будучи погружен в глубокое раздумье, о чем можно было судить потому, что он время от времени тихонько верещал, будто осел, которому слишком туго затянули подпруги. Думал же он о том, как бы удовлетворить обе стороны, ни одной из них в то же время не оказав предпочтение. Затем он снова уселся и объявил ниже следующий приговор. Имея в виду, приняв соображение и всесторонне рассмотрев тяжбу между сеньорами Лижезат и Певино, суд постановляет, учитывая мелкую дрожь летучей мыши, храбро отклонившейся от летнего солнцестояния, дабы поухаживать за небылицами, коим с помощью пешки удалось сделать шах и мат, благодаря злым обидам светобоящихся ночных птиц, обитающих в римском климате с распятием на коне, самостоятельно натягивая арбалет, истец имел полное право проконопатить с галеон, который надувает служанка, одна нога здесь, другая там, выдавая ему, отличающемуся совестью неподкупную, в виде возмещения столько же чечевичных семечек, сколько шерстинок у 18 коров и такое же точно количество мастеру хитрого плетения. Равным образом суд не находит достаточных оснований для того, чтобы предъявить ему обвинение в кусочках кала, обвинение, которое он навлек на себя тем, что якобы не смог полностью опорожнить свой кишечник, ибо таково решение пары перчаток, надушенных ветрами при встрече из орехового масла, вроде тех, какими пользуются в Мирбале, ослабив булинь с помощью медных ядер, из которых конюхи обер стал мастерно, выпекают овощи, оседлываемые чучелами птиц с соколиными бубенчиками, расшитыми кружевами, которые его Шурин, ступая нога в ногу, мемориально нес в корзинке, расшитой красными нитями, в виде трех изогнутых полосок, по угловому воровскому притону, где стреляют метелками в картонного червеобразного попугая. Что же касается обвинений, возведенных им на ответчика, будто бы тот занимался починкой обуви, сыроедством, а также смолением мумий, то они, с колебательной точки зрения, неправдоподобны, что убедительно доказал упомянутый ответчик, на основании чего суд приговаривает истца к трем полным стаканам творогу, приправленного, распавленного, трампом павленного, как велит местный обычай, каковые стаканы он обязуется уплатить упомянутому истцу в майской половине августа. Упомянутый же ответчик обязуется доставить сены и пакли на предмет затыкания гортанных прорех, перекрученных устрицами, пропущенными через решето на колесиках. Будьте же снова друзьями, без оплаты и сдержек, и на этом судебное заседание закрывается. После объявления приговора и истец, и ответчик удалились, причем оба они были вполне удовлетворены состоявшимся решением, а ведь это было нечто неслыханное. Со времен потопа такого еще не случалось. И еще 13 юбилейных годов. И еще 13 юбилейных годов. Юбилейный или святой год в католической церкви – праздничный год, когда Папа отпускает благочестивым христианам все их грехи. Учрежден в 1300 году и должен был праздноваться церковью каждые 100 лет, но уже в 15 веке этот срок сократился до 25 лет. И еще 13 юбилейных годов не случится, чтобы тяжущиеся стороны были одинаково довольны окончательным приговором. Что же касается при всем присутствовавших советников и докторов, то они в продолжении по крайней мере трех часов пребывали в экстазе и в полном восхищении от сверхчеловеческой мудрости Панту Грюэля, наглядно сказавшиеся в том, как он решил это трудное и щекотливое дело, и восторженное их состояние длилось бы еще дольше, но тут принесли изрядное количество уксуса и розовой воды, каковые средства подействовали на них так, что они, слава Богу, опомнились и пришли в себя.